Друзья, у нас в гостях Алексей Елизарев, редактор газеты СМ номер один. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Очень нам радостно, что вы пришли сегодня не с пустыми руками, что все это мы можем не только послушать из ваших уст, но еще и потрогать. Рассказывайте, что принесли сегодня в нашу студию. Ну, я принес то, что вот нашел по случаю, когда я узнал, что я буду об этом рассказывать, то, что в свое время, когда в городе, я не говорю, что это были какие-то подземные ходы, образовывались какие-то провалы. Да, как журналист, меня звали, наши редакции звали. Я всегда приезжал, независимо от того, писал я сам лично или писал кто-то другой. Поскольку я эту тему люблю, я приезжал и пытался туда залезть. Ну, при моих габаритах не в каждую дырку залезть. Для этого был специально другой ученый человек. Да, есть другой человек, да. Он сейчас, кстати, уехал на Украину, живет в Киеве, да. Это человек, который все время лазил туда. А я так, обычно держал веревку или там палку какую-то, или как-то его за руку держал. Ну, бывало, что я сам спускался. Ну, естественно, с фонариком смотришь, что там. Обычно это что-то такое, типа каких-то подземных погребов, не знаю, ну, что-то вот, какой-то подвал, склад, и не знаю что. И там всегда какие-то, ну, что-то есть. Вот я просто то, что у меня осталось, вот я, значит, все не понимаю. Это такой небольшой колокольчик, да? Да, такой-то колокольчик, да, вот. Прикоснусь к истории. Да, он, видно, что он старый, он медный абсолютно, да, то есть, ботало, к сожалению, потеряно. А вы вот когда что-то находите, вы потом к историкам обращаетесь, чтобы более точно узнать, что это за предмет, к какому периоду он относится? Ну, честно говоря, нет, я, вот, ну, что-то на колокольчик, на колокольчик, не знаю, что историки мне скажут. Если бы что-то, да, что-то было, ну, пуговица с орлом, да, ну, понятно, что это пуговица от кого-то мундира старого, да, вот орел здесь, угловый орел, да, то есть, ну, она минимум из 100 лет, да. То есть, вот еще какая-то пуговица, без орла, ну, тоже тут какие-то что-то нарисовано. Кое-какие вещи вообще, ну, не, ведь, правда, не из конкретно подземных ходов, а я, бывает, и по старым домам влаживаю, да, то есть, вот, они сейчас в музее. Где уже никто не живет. Где уже никто не живет, которая перед сносом, да. Это важно было сейчас уточнить. Перед сносом, да, ну, да, конечно, да, да, да. То есть, ну, я люблю всю эту старину, как бы, вот, подземные ходы, это часть-часть всего этого, как бы, увлечения, а где-то, вот, монетки, да, одна советская, другая, не советская. Вот, как бы, такие вещи можно найти. Скажите, пожалуйста, а вот в течение времени как-то меньше стало находок или наоборот? Все равно, как бы, открываются какие-то места? Да, находок имеется в виду самих вот неких провалов или вот конкретно вещей. Ну, если бы я там постоянно лазил, может быть, я бы мог как-то сравнить. То есть, если что-то провалилось и туда залез, там все время что-то, обычно что-то есть, да, потому что просто так не провалилось. А как вот об этом узнать, что где-то что-то провалилось? Это просто сводки новостей. Да, но новости звонят читатели, сейчас это уже пресс-службы какие-то рассказывают, что-то там провалилось. То есть, ну, есть какой-то информационный фонд в городе Яркутске, который нормальный журналист отслеживает и смотрит. Вот буквально недели две назад, да, у нас на грязную офис, и у нас там, усадьба купца Егорова, там какой-то некий провал образованный. Вы исследовали? Мы пытались сюда слазить, но у нас как бы позиция властей такая, что если что-то провелось, надо быстрее засыпать, чтобы никто туда не залез. Поэтому пока мы собирались сюда слазить, пока мы подошли к этому делу серьезно, мы нашли спелеолога, потому что, ну, мало ли что там. Вот я залезу туда, и кто меня вытаскивает, значит, мы все это подошли с умом. Пока спелеолог ехал, приехал КАМАЗ с песком, засыпал и сравнял все с землей, да, и чего там было, непонятно. Конкретно вы верите в существование подземного города? Ну, или каких-то подземных ходов, которые связывают разные части города Рыкутска. Да, вот что-то, какие-то тоннели, может быть. Ну, сказать, что верю, наверное... Ну, мы же просто рассуждаем, можно же предположить. Нет, вот если рассуждать, если рассуждать, то, конечно, вот в реале везде, куда я лазил, это было что-то отдельно взятое. То есть некий погреб, некий какой-то... То есть в каком-то конкретном здании, да? Да, отдельная какая-то вещь, которая принадлежала к какой-то усадьбе. И вот, опять же, у нас же, опять же, на Грязнова, недавно там стоял горелый дом, его снесли. И тоже, все, у нас происходит очень быстро, его снесли и тут же разровняли. И как бы про это забыли, заехал до цементаоса и провалился. Если бы я не знал точно, что только что, буквально две недели назад здесь стоял дом, и просто не засыпали погреб, нормально. Просто снесли, сравняли, и все, и ушли. И все, все, все пожали, молодцы, все сделали. Погреб этот остался, туда провалился этот миксер. Вот тоже я подумал, о, подземный ход. А тут-то я сам видел, что это не подземный ход, а это погреб. А вообще, все, что я лично видел, куда я лазил, это были, ну, к сожалению, погреба. По поводу того, значит, есть ли подземные ходы, ну, в свое время, в 90-е годы, такая была тема очень, ну, много тем открывалось в 90-е годы. Там не только подземные ходы, вообще все, что связано с историей, об этом раньше не писали. И ходил такой слух, я даже видел людей, которые говорили, что да, мы держали карту НКВД с подземными ходами, где все подземные ходы прописаны. Когда я пытался узнать, а как эта карта выглядит, ну, я не совсем видел, я знаю человека, который ее точно видел. Вот я знаю, я прям, он точно, вот он точно видел, да вот зуб даю, он видел, но, ну, а изначально человек говорил, я видел. Ну, знаешь, как она выглядела, давайте чуть-чуть нарисую. Игра в сломанной телефон. Оказалось, да, что он-то сам не видел, он что-то где-то слышал. Алексей, а можете рассказать и вспомнить о своей самой такой, очень интересной находке? Ну, связанной вот с этим делом, с подземными ходами. Либо с ходами, либо, вот я знаю, что вы еще не только занимаетесь ходами. Это было, это было, это, кстати, как раз был, ну, это был не подземный ход, это был некий какой-то склеп, где сейчас стоит детский сад, угол 5-й армии и, что там, Свердлова, да, там детский сад, там стояли дома. Причем вот эта часть, которая во время пожара не пострадала, пожара 1879 года, то есть он по луговой прошел, по краю, а вот тот квартал остался. И там, значит, был какой-то тоже, ну, и дома сносили, мы, я был совсем еще маленький, вообще малюсенький, мы полезли в эти дома, естественно, хотелось посмотреть, что там, и нашли в этом подвале такая коробка, там прям было 1855 год, полный сигар, прям сигар. Мы такие гордые вышли, нас идем, у нас эти сигары, и там люди, которые дома рушили, типа, ну-ка, что вот, мальцы, делайте, я хочу тут лазить, типа, сейчас вас тут завалит, ну-ка, брызгать. Думаю, дяденьки вот что нашли, вот что нашли, они, о, сигар, и выкурили их при нас. Сигара 1855 года, я пришел домой, говорю, мама, мама, мы нашли сигары, мы дали дяденькам, дяденьке нам разрешили лазить, так здорово все получилось. Она, да ты что, это же прямо, а это потом оказалось, в Восточке была, кстати, статья, что там, когда их окончательно разрушили, стали смотреть остатки, и дома были обклеены газетами, очень старыми, и какие-то даже были вроде письма декабристов, вот это, я не знаю, насколько правда, но можно посмотреть даже в Шивку Восточке, что это реально какие-то были раритетные вещи. И вот эти сигары нашли, отдали дяденькам, чтобы они нам разрешили дальше лазить, дяденьки разрешили нам дальше лазить, и мы такие были счастливы, и дяденьки были счастливы, что они их выкурили. И у них тоже, видимо, впечатление на всю жизнь, да, всеобщее счастье было. Казалось бы, это простая находка, да, но мы порадовали абсолютно всех и каждого. Можно ли сказать, что этот случай как-то повлиял на ваше дальнейшее увлечение, и вы захотели... Ну да, я люблю старину, то есть как бы, да, я и по старым домам люблю полазить, посмотреть, что там, но когда опять же все уже уехали, да, об этом... Хотя была у нас одна история, мы залезли в один дом, а там еще люди не уехали, и мы, короче, напугали друг друга. И встретили вас с Росфорстом, так ли они есть. Да, мы думали, что там никого нет, а они тоже думали, что там никого нет, потому что вроде мы еще не уехали, а мы там уже лазили. И, в общем, там получилось так, напугались. Вот так рождается история легенды о призраках. Да, 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 они сидели и думали, что там лазят наркоманы. И сидели, значит, и затаились. И боялись. Да, и боялись, да. А потом, когда они все-таки решили подать какой-то голос, уже мы забоялись, потому что мы думали, что пустой дом, и другие голоса. А кто это? А-а-а-а, на этой крыше. А мы на крыше сидели, уже не в подвале. Алексей, вот как вы думаете, сейчас куда нужно ехать, в какую деревеньку, в какую глубинку, чтобы что-то все-таки попытаться найти? Может быть, остались еще такие заброшенные старинные дома? Или уже все было в свое время найдено, раскопано? Ну, вещь такая, да, наверное, в курсе, что была такая даже в Сибири. Почему считают, что это сибирская профессия бугровщики? Да, это люди, которые разрывали могилы, искали все эти вот украшения, потому что у нас традиционные народы, которые жили до русских, они хоронили, ну, понятно, со всеми этими причиндалами, атрибутами. То есть сейчас, где-то лет 20 назад появились металлодетекторы, и Иркутск в этом плане очень продвинутый, у нас очень много металлодетекторов, и все, честно говоря, тут перевернули. То есть, я знаю, что археологи ругаются, ну, наверное, справедливо ругаются, потому что, конечно, ничего в Иркутске такого, сколько я знаю, они действительно представляющего научную ценность не находили, но все равно как бы все это, наверное, неприятно. Хочу ученым видеть, как люди что-то лазят, пытаются там откопать, что-то мешают эти культурные слои, потому что есть люди, которые видят этот прибор, и у них начинается, значит, желание просто какую-то яму выкопать до центра земли буквально. Ну, не важно, где. Да, не важно, что и понятно, что у него там глубина 40 сантиметров. Если дальше что-то звонит, это что-то, скорее всего, какое-то неинтересное что-то. Все равно надо рыть. Поэтому я понимаю археологов, понимаю аграриев, которые приходят на вырытое поле, и там тоже чувствуют как-то дискомфортно, они там все же искосили, а тут оказывается яма. Ну, вот, а по поводу того, что найти, ну, действительно, все очень сейчас сильно почистили, и сейчас законы такие, что, в общем, можно влететь с этим прибором хорошо, поэтому особо никто сейчас уже ничем не занимается таким. То есть так вот любители, ну, типа, меня просто полазить, посмотреть. И в том числе и в подземные ходы, конечно, тоже, если они есть. Вот так вот. Вот так и завершение продвигаю наше сегодняшнее интервью. Если подземные ходы есть, то они, собственно, есть. Тут ничего не поделаешь. Ну, а если мы их когда-нибудь найдем и встретим, то тоже будет отдельная история. Спасибо большое за то, что пришли, за очень интересно поговорили. Алексей Елизарьев в гостях был, редактор газеты «СМ-1». Ну, а мы продолжаем нашу программу. Если до этого мы прогулялись где-то под землей, то сейчас надземная прогулка вместе с Катериной Золотаревой.